Привет народ! С вами Юра, вы на канале Комната Монстров и сегодня мы поговорим о богах смерти, царстве Синегами, самой тетради, а также будут мои дополнения и теории по этой теме. Синегами или Шинегами. Говорят, что оба варианта правильные, а что же собственно значит это слово? В японском фольклоре термин появился не так давно. В нем Синегами это духи, которые помогают работать смертельному конвейеру. Они служат гарантией того, что люди умрут в назначенный им срок и затем провожают их души в загробный мир. Есть также термин мрачный жнец. Фактически это привычный всем образ скелета с косой в черном балахоне, который может подкрасться из-под тишка, отнять жизнь и забрать душу умершего. Синегами в этом плане более гуманные. В тетради смерти они являются чем-то средним, отдельным звеном в этом цикле. Боги смерти представляют собой расу вне пространственных существ, которые обитают в царстве Синегами. Это некое пространство, свой отдельный мир, словно из параллельной вселенной, который существует над миром людей. И он не относится ни к раю, ни к аду. Царство соединяется с нашим миром особым порталом, через который могут пройти только боги смерти, так как они существа более высокого порядка. Ну а может у них там просто выдают каждому свой QR-код на пропуск. Само царство выглядит безжизненным. Пустыни, небольшие горы, в которых зачастую расположены жилища богов. Местами лежат останки каких-то больших существ и даже есть редкие деревья, дающие весьма сморщенные и печальные плоды. Так себе атмосферка. При желании за спины Синегами могут возникнуть крылья и можно полетать, но спустя какое-то время и это наскучит. Неудивительно, что многие из них постоянно режутся в азартные игры. А что там еще делать? Но все не так просто. Ведь как-то этот мир возник, и раз он существует, даже боги смерти должны подчиняться распорядку и следовать правилам. Все правила, судя по всему, устанавливает король смерти. То есть это существо еще более высшего порядка, чем Синегами, недоступное для человеческого понимания и, возможно, он все это дело и замутил. Многие боги смерти называют его стариком, а значит он может быть очень древним и существовать с начала времен. В то же время король может быть лишь управляющим, а над ним может существовать еще более мощная инстанция и другие подобные миры, но никаких упоминаний об этом пока нет. Выглядит правитель достаточно мрачно. Его голова, похожая на оголенный череп, выглядывает изо рта другого черепоподобного образования, которое словно вросло в круглое шарообразное тело. Возле головы находятся четыре небольших руки и все это творение висит в воздухе на цепях. Король контролирует деятельность Синегами с помощью тетради смерти. Неизвестно, создает ли он тетради самостоятельно и также интересен вопрос, а как появляются сами боги смерти? Но об этом мы поговорим чуть позже. Король контролирует распространение каждой тетради. И основное правило для Синегами – они должны регулярно записывать в тетрадь имена людей и отнимать у них оставшееся время жизни, тем самым продлевая свою на те же цифры. Получается, боги смерти так же смертны, как люди, но в теории могут жить вечно, ведь они тоже боятся умереть и будут послушно, а главное постоянно записывать в тетрадь смерти имена новых жертв. То есть тетрадь в их мире чем-то напоминает налоги в нашем и право на жизнь. Не будешь регулярно выполнять волю правителя – получишь санкции. Но в то же время у них есть плюс – на их работе нет определенного объема, ну то есть обязаловки, которую нужно выполнить. Сами тетради являются магическими артефактами. В нашем мире их можно назвать сверхъестественным оружием, когда они попадают в руки людей. Они позволяют владельцу манипулировать смертью и отнимать жизнь у живых существ практически любыми способами из возможных. Показанные тетради в основном имели черный цвет, но также могли быть красными и белыми, что никак не влияло на их качество. Ценные свойства тетради подчиняются и работают согласно длинному списку правил, которые, очевидно, определены королем. Правила работают беспрекословно, вне зависимости от того, знаешь ты их или нет. На данный момент я откопал целых 134 правила, и сейчас мы с тобой их все по порядку зачитаем. Значит, правило первое – человек, чье имя записано в тетради, умрет. Правило второе – ааа, да шучу я, расслабься, на вот, съешь яблочко. Я так же ленив, как и боги смерти, чтобы все это читать. К тому же правила могут добавляться, и их станет еще больше. Но некоторые вкратце мы с тобой все же разберем. Вообще про тетрадь смерти можно говорить долго. Синегами может находиться в мире людей длительное время, если его тетрадь вручается человеку. В других вариантах он может находиться на земле лишь 82 часа. Хотя я вот задумался, а что ему собственно мешает мотаться через портал в свой мир, обновлять время и постоянно тусить внизу. Увидеть бога смерти, а также услышать его голос могут лишь те люди, которые прикоснулись к его тетради. Синегами способны ходить сквозь любые предметы и стены, но при желании могут и материализоваться, но даже в таком состоянии физические атаки людей против них бесполезны. Они могут даже в шутку записать свое имя в тетрадь, но никакого эффекта это не принесет. А вот если они пойдут против системы, привяжутся и захотят спасти какого-то определенного человека, того, кто находится на пороге смерти, то будут убиты сами и превратятся в прах. Бонусом для спасенного человека будут оставшиеся годы жизни с инегами, и если в их тетрадь имена записывались достаточно часто, как например в тетрадь, который владел Рюк, то человеку может в теории перепасть не одна сотня лет. Получается, Кира делал за Рюка всю грязную работу, а тому на счет падали годики жизни. Это представляете, самому, да еще и руками писать «У-у-у, у меня аж пот прошибает, как вспомню». С другой стороны, многие синегами ленивы и даже иногда забывают записывать имена в тетрадь, из-за чего благополучно умирают. Говорится, что есть и другие способы убить богов смерти, но сами они об этом не знают. Видимо, король позволяет им знать ровно столько, сколько положено, но чтоб от рук не отбились. Кроме того, в своем мире для синегами установлены дополнительные законы, за нарушение которых бог понесет наказание одного из девяти уровней тяжести. Причем с четвертого уровня и выше бог умирает. Высшую меру наказания, как экстремальный уровень, получит тот синегами, который убьет человека, не используя для этого тетрадь. В нашем мире могут находиться в действии одновременно лишь шесть тетрадей смерти. То есть их может быть и больше, но тетрадь, которая попала на землю седьмой, просто не будет работать, пока одну из шести не вернут в царство синегами, либо одна из них не будет уничтожена. Одному богу смерти разрешено передать тетради лишь трем людям одновременно. В то же время все шесть тетрадей могут находиться у одного человека. А сколько тетрадей может быть у синегами, неизвестно. Хотя по правилам они обязаны иметь минимум одну тетрадь, а лишнее сдавать королю. Но, видимо, за этим пунктом строгой слежки нет. Как только тетрадь, брошенная богом смерти через портал, касается земли, она становится достоянием нашего мира. Все правила при этом действуют, и да, страницы в тетради никогда не заканчиваются, а имя жертвы можно написать даже на крохотном клочке бумаги, оторванном от этих страниц. Бог смерти не может убивать детей моложе 78 дней и также стариков после 124 лет. Хотя стариков вообще вписывать смысла нет. Им и так подняли пенсионный возраст, да и КПД будет небольшой. И, кстати, нельзя убить того, кому осталось жить менее 12 минут. Люди, которые пользовались тетрадью смерти, согласно правилам, уже не попадут в рай или ад, а отправятся в небытие. То есть некое пространство, заполненное пустотой, где абсолютно ничего не происходит. Хотя, возможно, туда попадают абсолютно все. В то же время они получают небольшое преимущество, ведь пока они владеют тетрадью, другие боги смерти не могут их убить. Такое право дано лишь богу-владельцу, но и для него есть нюансы. Синегами, принесший тетрадь в мир людей и передавший ее человеку, не может просто так вернуться назад. Ему будет позволено это сделать, лишь когда владелец погибнет, либо по своему желанию вернет тетрадь богу смерти. Также, если тетрадь будет сожжена, или по какой-то причине, владельцам данной тетради назначат другого бога. Но, в принципе, Синегами не обязательно спускаться в мир людей. В их мире есть специальные смотровые отверстия. Они позволяют богам смерти наблюдать и находить человеческие жертвы прямо из своего мира. Чтобы мгновенно найти и наблюдать за нужным человеком, Синегами должен знать его лицо, имя и продолжительность жизни. И все это сделать несложно, ведь он обладает сверхъестественным зрением. Вот, правда, я не нашел уточнения, видит ли он это сразу через наблюдательное отверстие, или все же ему перед этим необходимо увидеть человека вживую в мире людей. Синегами также может заключить сделку с обладателем тетради и даровать ему глаза бога смерти в обмен на половину оставшейся жизни. Получив глаза Синегами, человек, даже будучи слепым, обретает остроту зрения в 3-6 раза мощнее, чем у людей. Опять же, это не сработает, если вдруг у человека вообще нет глаз. Но помимо этого, человек получает возможность видеть имена и продолжительности оставшейся жизни других людей, что добавляет им колоссальную власть при владении тетрадью. Правда, они должны при этом достаточно хорошо видеть лицо человека. Работают изображения на экранах, фотоснимки, но вот рисунки, даже если они очень точны, эффекта не дают. Владельцам таких глаз не позволено видеть продолжительность своей жизни, жизни других владельцев тетради и богов смерти. Синегами, кстати, тоже не видят, как продолжительности жизни друг друга, так и свои. Описан также один случай, когда персонаж по имени Мелла, старший из двух преемников Эл, обладал подобным зрением с самого рождения. Это никак не объясняется, хотя некоторые в шутку предполагают, что кто-то из богов смерти потерял свои глазные яблоки. Хотя, возможно, один из Синегами зачем-то даровал их ему, ведь вряд ли он бы смог заключить сделку с младенцем. У меня также есть любопытство на тему того, а сколько всего существует богов смерти, насколько огромно их царство и как становятся синяками. Ой, то есть, ну ты понял. Некоторых из них мы довольно хорошо могли рассмотреть на экране, другие же появлялись лишь на страницах манги. Самый известный из всех богов смерти – это Рюк. Именно он замутил всю эту историю с тетрадью смерти, хотя подобные персонажи могли быть и до него, ведь говорится, что тетради и раньше оказывались на земле. Неважно, на бумаге или же на экране, Рюк всегда выглядит довольно упорото. Хотя, из тех богов, что нам известны, он наиболее смекалистый. Между прочим, он не стал бросать на землю именно свою тетрадь, а обдурил бога по имени Сида. Его тетрадь досталась Ягами Лайту, основному персонажу и, пожалуй, лучшему Кире. Также довольно неплохо можно разглядеть Рэм. Несмотря на свою внешность и озвучку мужским голосом, Рэм как-то говорит Мисси, что является богиней. Наверное, она еще не определилась. Видимо, толерантность может проникать даже в царство Синигами. Получается, есть как мужские боги смерти, так и женские, но многие из них вообще не похожи на людей. То есть полсущества определяется лишь в его сознании. Кроме того, богам смерти нельзя заводить платонические отношения друг с другом и с людьми, и, скорее всего, такое вообще невозможно. В продолжении фильма «Тетрадь смерти» в 2016 году мы смогли неплохо разглядеть еще двух богов. Это Беппа, скелетообразный Синигами золотистого цвета, который познакомился в фильме с новой японской полицией, и также Арма, которая действительно в каком-то смысле этого слова выглядела и вела себя женственно. Ее тетрадь смерти была белого цвета, и она как раз пожертвовала собой, чтобы спасти жизнь Цукуру Мисимы. Но сделала она это для Рюзаки, который владел ее тетрадью, ведь она смогла найти в нем своего друга, те эмоции, которых так не хватает в мире с Синигами. Однажды своей жизнью ради Миса Амане пожертвовал довольно сентиментальный бог Джелос. Он имел достаточно жалкий вид, похожий на брошенную куклу. Именно его тетрадь позже Рэм передаст Мисе, а мы тем временем перенесемся в верхний мир. У Короля Смерти есть правая рука по имени Джастин. Если тоже с первого раза не смог выговорить его фамилию, ставь лайк. А вообще, его полное имя означает Джастин Драгоценный Скелет. Наверняка он сильнее многих богов смерти, хотя второй по силе после короля считается ну. Что можно сказать про ее внешность, а ну вообще она не одна такая. Есть еще Мидора. Говорится, что это Саламандра, хотя выглядит она как большой и злобный Пакмен. Кстати, она как-то подкупила Короля Смерти и выменяла у него еще одну тетрадь на 13 яблок. А кому в руки попала эта тетрадь, можешь написать в комментариях, ну если знаешь, конечно. И на этом красотки не заканчиваются. Есть еще Киндара. Вообще, я таких девчонок побаиваюсь, она мне чем-то напоминает Немезиса из Resident Evil. Также довольно странно по меркам Синегами выглядит Каликарча. В манге он высказывает такую мысль – мир богов смерти уже не тот, как раньше, да и мир людей тоже. Думаю, в чем-то он прав. Есть еще Синегами, которые, кроме как своей любовью к азартным играм, ничем себя толком не проявили. Это Дэрил, Зероги, Дерридаули и Гук. Смысла что-то говорить о них нет. И напротив, есть парочка неизвестных синегами, которые могут нас заинтересовать. Один из них может оказаться переродившимся Ягами Лайтом, по крайней мере все основания предполагать это есть. Так может все боги смерти это в прошлом люди? Вообще, наличие у богов человеческих чувств, подобно сопереживанию, лени или боязни смерти, вполне может на это указывать. В одном из представлений мрачный жнец – это должность, передаваемая определенным людям после смерти. То есть давайте представим, что человеку, который, допустим, неплохо проявил себя в роли Киры, после его физической смерти предлагают контракт. Слушай, друг, перед тем, как твой дух отправится в рай, ад или скорее в небытие, задумайся, а не хотел бы ты еще немного задержаться и поработать? Причем делать нужно будет практически то же, что ты делал, будучи человеком. Твоя новая должность будет сопровождаться буквальным бессмертием, пока ты не изъявишь желание покинуть данный пост и разорвать контракт. Если количество должностей ограничено, такой контракт вполне могут предложить достойному смертному. Или, допустим, бог, занимающий эту должность в связи с определенными обстоятельствами, вынужден передать свои полномочия преемнику из низшего мира. То есть в какой-то степени это можно назвать эволюцией и переходом человека в новое состояние. Вот только о земной жизни придется позабыть, да и неизвестно, куда отправляются синягами после своей смерти. Скорее, в то же самое небытие. Все это навевает философские мысли. А что, если такая тетрадь действительно бы попала на землю кому-то из людей или, допустим, к тебе? Может ли кто-то из людей играть роль бога? Решать, кому жить, а кому нет? В изначальной версии планировали ввести еще и ластик смерти, которым можно было отменить действие тетради, стерев имя. Но создатель посчитал, что это принесет путаницу в сюжет и от этой идеи отказались. Идеологические мысли Лайта в какой-то степени логичны и понятны. Зло должно умереть, а справедливость восторжествовать. Но с другой стороны решается все методами тирании. Одни должны умереть ради счастья других. Сама мысль данного произведения заставляет задуматься о том, что происходит с личностью человека, получившего огромную власть, какими будут его намерения, появится ли комплекс бога и как изменится судьба человека, вершащего чужие судьбы. Идеальных людей не бывает и даже если убить всех преступников, то в конечном счете единственным преступником останешься ты. Ну а я, как всегда, жду от тебя обратную связь в комментариях, не прощаюсь и до встречи в новых выпусках.